21 апреля 45 года французская армия без боя заняла немецкий город Фрайнбург. Именно здесь сохранился военный архив вермахта, где среди прочего нашлись дела солдат, воевавших на Восточном фронте. В распоряжении исследователей имеется 80 тысяч документов, показывающих, что говорить о полной безнаказанности рядовых бойцов на оккупированных территориях не приходится. Однако немецкие военные юристы руководствовались не понятием о справедливости, а в первую очередь политическими соображениями. Значительная доля приговоров, вынесенных полевыми судами, касается дел о дезертирстве. Адольф Гитлер считал дезертиров одной из главных причин поражения Германии в Первой мировой войне. Придя к власти, фюрер установил для них самое жесткое наказание – смерть. Дезертир должен знать, что если он убежит с фронта, то его непременно настигнет та участь, которой он больше всего боится. Наряду с реальными дезертирами под трибунал попадали и лица с психическими расстройствами, которые были больше не способны держать оружие в руках. Вместо того, чтобы их лечить, немецкое правосудие объявляло таких людей преступниками и обрекало их на расстрел. До 31 декабря 1944 года по делам о дезертирстве было осуждено 11 664 военнослужащих. После разгрома фашистов под Сталинградом число дезертиров стало возрастать и увеличилось в несколько раз. Карались и преступления солдат и офицеров в отношении своих сослуживцев и подчиненных. Например, 29 декабря 1942 года военно-полевой суд 7-й авиадивизии в Смоленске приговорил к смерти обер-лейтенанта Ганса Георга, который приказал расстрелять трех солдат и написать в бумагах, что они погибли. Наибольший интерес представляют дела о преступлениях оккупантов против мирных жителей. Не секрет, что нацисты руководствовались противоречивыми взглядами. С одной стороны, солдатские памятки запрещали убивать мирных жителей. А с другой стороны, военная пропаганда называла войну с Советским Союзом походом против большевистских недочеловеков. Командование обычно закрывало глаза на эксцессы против советских граждан. Так, директива Кейтеля от 16 декабря 1942 года разрешала применять силу против советских детей и женщин в рамках борьбы с партизанами. Естественно, каратели злоупотребляли этим правом, удовлетворяя страсть к садизму и похоть. Многие немцы, бывшие до войны добропорядочными гражданами, превращались, говоря словами Михаила Шолохова, в осатаневших от крови собачьих выродков. О зверствах гитлеровской военщины регулярно сообщали советские газеты. Каждый такой случай склонял чашу весов общественного мнения на оккупированных территориях на сторону партизан. Именно этим руководствовались немецкие судьи, когда выносили приговоры за преступления на сексуальной почве. В 1942 году канонир Ганс в течение двух суток четыре раза изнасиловал русскую женщину в деревне Суглиц. Он получил в качестве наказания четыре года каторжных работ. К 11 годам суд приговорил Дэвида за то, что он застрелил жертву выстрелом в голову, когда та сопротивлялась при изнасиловании. В его случае каторгу заменили службой в штрафном батальоне. А в 1944 году сразу пятеро солдат изнасиловали двух русских несовершеннолетних девушек. Каждый из виновных получил два года каторжных работ, причем суд охарактеризовал их действия достойными особого порицания. Общее количество осужденных за сексуальное преступление немецких военнослужащих составило 5349 человек на всех фронтах. Отметим, что это омерзительный процент от реальных фактов изнасилований. Ведь только в Советском Союзе жертвами сексуальных преступлений гитлеровцев, по оценкам разных исследователей, стали сотни тысяч или даже миллионы женщин.